Доброе утро, ребят! Мы сели завтракать. Я приготовила оладушки на кефире, у нас тут ягоды, сметана с шоколадом, греческий йогурт, варенье, кофе, у меня чай. Всем приятного аппетита! Мы сегодня доделываем шкаф нашей девочки. Наконец-то все комплектующие куплены. Вот нам не хватало полки, которые мы купили. Штанги тоже купили, не хватало. И разделители тоже их не было в наличии. Вот в той большой коробке было вот это. Из Икеи. Вон та огромная? Да. Это? Да. Сейчас я вам покажу, ребят. Вот это было в вот этой коробке. Оно вот так вот лежало. Так. О, молодец. Согласна. Вот. Сейчас я соберу... Мы купили вот эти вот белые. Можешь открыть мне вот эти белые? Коробки, да. И по ним нам нужно определиться с высотой верхней полки. Что я не помню, как мы рассчитывали. Давно это было. А боковые полочки тут? Вот и тут тоже нужно будет. Тут нужно отпилить. А. Ну, сначала давай внутри все сделаем. Потому что я разложила все вещи, они чистенькие. Вот, все разложено по этим... И по тем. И по тем. И по тем, да. Вот. Три как раз штуки. Надо их собрать. Вот собери одну. И вот по ней нужно выставить полку. Верхнюю. Угу. Так. Удобно так раз. Сложил, разложил. Да, вот все что. Вот эти, конечно, классные коробки в Икее. Будем хранить одежду, которая там маленькая или большая. Постельная. Ну, на самом деле, много чего. Вон еще целая коробка всяких разных игрушек от Ванюшки осталось. Это тоже буду перебирать. Так. Какую я вот тут все сделаю? Вот такую. Там матрасик лежит. Вот подстава. Она уже присверлена все. А попро... Оно... Да, оно выше. Оно выше. Видно, что выше. Надо... Буквально на две штуки нужно, да? Или на одну? На одну, мне кажется... Вот так вот она входит. Вот если вот тут было бы... Да, на одну нужно опустить. Это, конечно, неприкольно. I'm sorry. I'm sorry. Я сейчас соберу вот эти вот коробочки. У меня есть большие. Вот они вот так выглядят. Большие. Вот так. А это узенькие. Тепло, да. Потому что сейчас... Не знаю. Сейчас буду собирать вот этот. Вот. Вот кому интересно. Так называется. Тебе полку опустили. Одним большим движением руки вот так вот раз. Ага. Полка оказалась внизу. Сейчас трудно. Вот реально капец как притык. Ну, ладно. Будешь ты их доставать. Ладно. Пока вставляй. Вставь их. Или на еще одну опускать. Ну, нет. Ну, все, значит, ставь. Это слишком низко будет если отпустить. Да? А что ты их не ставишь-то? А, они там будут стоять? Ну, да. А что? Ну, пока нет. У меня пока нету маленьких вещей на нее. Поэтому пока он наверх убирает. Все. Они-то не испортятся из-за этого. Не должны. Держи. Надеюсь, я все правильно посчитала и три штуки туда влезет. Ну, теоретически, вроде, я все правильно посчитала. Красивенько будет выглядеть. На весы, конечно, отжирают сантиметры. О, здесь хорошо уходит. Вот. О, смотри. Класс. Супер. Смотри, как красивенько. Красивенько. Да. Теперь штанги. Вот они. Две. Отлично. Можно верхнюю крышку убрать. Штанги вон. Как ты не поняла, что за крышки. Ну, у шкафа. А. Двери, что ли? Верхнюю крышку. А. А, вот эту вот поняла. Что-то я долго сегодня не соображаю. Так. Это мы на какой высоте? Ну, одну под самый верх? Да. А, другую под самый низ. Давай я тебе дам, наверное, вешавочку, да, чтобы ты ориентировался, чтобы удобно было вешать. Да? Так. А где шурупчики? А, они, наверное, их внутрь засунули. Сейчас дам башалочки. Вот так, нормально? На вешалку. Мне кажется, отлично. Отлично? Да, все супер. Да. Все супер. Угу. Вот так. А там что будет? Ну, это я так примеряю. Вообще, здесь, скорее всего, будут пеленки. Они очень хорошо так стоят. Угу. И наконец-то мы доделали то, что задумывали. Еще придут скоро с всякими бантиками пинеточки. А здесь будут повязочки, а потом в дальнейшем заколочки всякие. Ну, то есть аксессуары. Вот штанги у нас висят. Ну, они достаточно такие низковатые. Поэтому я не знаю. Когда вещички будут побольше, то придется одну убрать. И все. Да. Опустим чуть пониже. Сделаем еще одну полку. Что в Икеа поехал. Ну, да. Купил, да и все. Или же верхнюю полку можно будет поднять выше. А туда купить какое-то другое хранение. Тоже как вариант. Да, чтобы две штанги оставались. А эти можно было бы сюда убрать. Тут нужно будет отпилить. Так, я так понимаю, высота должна быть. Вот тут, например, нужно поднять выше, чтобы там места не оставалось. Да. Это тоже под две сделать. И примерно под две делать каждую, да? Да, я думаю... А что если скомбинировать с... Нет, нет, нет. Я просто думаю... Это просто такие же заказать. Угу. Я помню, почему я и не повесил остальные полки. Потому что у меня не было этих штучек, чтобы вставлять полки. И там глубине еще много есть. Вот эти. И там вот видите, если вы видите, в конце вообще другая стоит. Ай, вон, металлическая, а здесь такая пластиковая. Вот нужно будет их купить. И также эти полки нужно обрезать. Ну, слушай, не хватит, наверное, полок. Нет? Еще? Ну да. У нас есть еще две полки. Ну, сюда, я думаю, купить такую, как мешочек, как корзинку для игрушек. То есть она такая... А, высокую. Ну да. Тогда нормально будет. Хорошо. Вообще, когда она начнет ползать, она достанет и... Ну, как бы, такой план у меня там уже. Как пойдет. Ну, супер. Я довольна. Класс. А еще мы хотели, помнишь, закрыть... Мы же вроде купили. Да, мы купили. Можно. Мы сначала расставим полки. Ну да. И закрыть вот эти вот, хотя бы с этой стороны. Да. С этой не вижу, надо просто закрыть. Да, вот тут вот это. Красиво. Ну, мы купили в Икеа, продается еврик. Стоили там 200 или 300 штук в одном пакетике. Ну да, многих там. Ну да, сначала нужно все будет разметить, ставить уже, потом их закрывать. Сейчас смотри, какие есть полочки. Они, короче, прозрачные. А, я их видел. А, видел? Да. Хочу показать. Ребята там очень прикольные, они будут тут где-то присесть. А что туда убирается? Туда детки убирают игрушки, кубики, какие-то мелкие. А другая сторона касается со стеной? Да. То есть, если там что-то будет, например, кубики в краску, которые покрашены, они будут пачкать стену, да? Как вариант можно вырезать круглую фанеру или как тоненькая такая штука, прикрепить к ней, а потом уже вместе с ней крепишь к стене. Короче, такие игрушки получаются. Ну это прикольно. Одна побольше, одна поменьше. Сюда еще цветы можно вставить. Искусственные. Да, вообще можно как для декора использовать. Можно сюда складывать, не знаю, грязные носочки, например. Мои. У кого-то что-то упало. Как тебе идея моей складывать грязные носочки? Твои грязные носочки я нахожу даже в детских комнатах. Ну вот, зато будут на видном месте. Классные, прозрачные, мне не так подвалились. Угу. Вот, но я сначала хочу, чтобы мы с тобой определились, где будет стоять кроватка, где будет стоять кресло-качалка, и потом уже добавлять, знаешь, такие вот нюансы. Ну да, правильно. Уже когда все будет основной установлено. Это уже такое украшательство. Интересно. Ну что, как-то так. Я знаю, что потом, со временем, я буду все перекладывать, переделывать. В общем, размеры у меня от 50-го до 70-го. Вот эти вот, например, размер на 70. Вот. Они прям большие. Вот это вот все нам подарили. Это я не покупала эти платьица. Это подарки, поэтому они здесь вот так висят. Не знаю, успеем мы надеть их или нет, но, по крайней мере, красиво будет висеть. Вот. Вот это вот 56-й или 62-й. Не помню, какой размер. Вот. Вот тут я повесила самые маленькие вещи. Это прям сразу, чтобы носить. Да, все розовенько. Здесь кофточки. Здесь разные. 56-й. Здесь 2-3 месяца. Это у нас какой размер? Например, тут вообще 70, но он какой-то такой маленький. Болерожка. И 2 кофточки у нас есть. Так. Что в этом выдвижном ящике? Ко всем этим кофточкам есть, естественно, в набор штанишки. Вот они все здесь лежат. Здесь парочку у меня есть слюнявчиков. Три слюнявчика вот такие вот. Да, три. Вот. Это такие вот, такие трусики, да. Это, знаете, от какого набора? От вот этого. Вот. Колготочки, даже не колготочки, а леггинсы такие с крылышками. И куча шапочек. Но не знаю, как там у нас дела с шапочками пойдет, потому что с Ванюшкой, Ванюша практически не носил шапки. От слова совсем. То есть у меня было их много, потому что они идут в наборе. Но так практически не носили. Так, что у меня в этом ящике? Здесь носочки. Всякие разные размеры. В основном здесь много Ванюшиных. Вот. Я люблю маму, я люблю папу. И наборы белых и бежевых и серых. Вот. Вот это тоже подарок. Подарки. Вот. Эта коробочка полностью вся. Это все, что у меня есть. 50-го размера и нулевого. Вот нулевой. Тут три нуля. То есть я уже посмотрю по дате, как у меня начнутся схватки. Я уже буду понимать, на каком я сроке. И понадобятся мне эти совсем малюсенькие вещи или нет. Если нет, очень надеюсь, что так и будет. Это будет одежка для кукол в дальнейшем нашей девочки. Вот. Что у меня из 50-го размера? Раз, два, три, четыре, пять человечков. Раз, два, три, четыре, пять просто бодиков с длинным рукавом. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И семь штанишек. Вот. Это все осталось от Ванюшки. Вот. 50-го размера. Что я купила 50-го размера? Мне кажется, вот этот вот на выписку я хочу. Вот этот вот, если... По-моему, он 50-го размера. Если не ошибаюсь. Да. Но он как-то выглядит подлиннее. Ну, в общем, не знаю. Он такой тепленький. Вот. И все. Все остальное 56-62. И тут все пусто. Здесь у меня будут пеленки. А здесь будут пледики. Вот от Ванюшки. А синий пледик. Такой тепленький белый. И тут еще плед розовый. Что в этих у меня ящиках? Уже пора ехать? Сейчас. Здесь будут пинеточки и обувь. А здесь некоторые еще шапочки. Те царапки и всякие повязочки. И здесь большая одежда. Она уйдет в коробке. Все. Пора выдвигаться за Ванюшкой. Забрали Ванюши сегодня пораньше из садика. И вот пришли гулять на набережную. Мы здесь, кстати, не гуляли. Я несу беговел. А Ваня любит вот этим вот парапетом ходить. Никого нет. Вообще, как видите, людей вообще нет. Но ветер такой неприятный, правда. Так что гуляем. Идем на площадку. А потом пойдем в магазин. Прогуливаемся. Мы вернулись домой. И Ванюша снова захотел смотреть Макуина. Молнию Макуину уже сто лет его не смотрел. Сынуличка, а где пульт? Уже готова кушать. Ставим на паузу. Сыром посыпать? Да. Сейчас принесу сыр, хорошо? Да. Сейчас. Так, где я? Я его тут подготовила. Сыр. Ребенок хочет картошку с сыром. Чуть-чуть добавлю. Фух. Так, Ваня тут уже что-то рукодельничает. Ну, вкусно? А потом картошку вилкой кушать? Кушай, кушай. Сыр тебе посыпать? Да. Да? Так, хватит? Еще? Ванюша уже езжай. Ого. Надо же подождать папу, сынок. Все, вот так хватит. Вот, у нас картошка с фасолью. Вот, бедрышки без шкурки. И свежий салат. И хлеб. Так что всем приятного аппетита. Я даже не могу представить, что скоро мы кушаем. Тут вчетвером будем сидеть и кушать. Ваня, наверное, сядет к Ванюшке. Я останусь здесь, а тут будет малышка. Мне будет суток. Ванюшка, наверное, переедет дальше? Чтоб я тут тоже. Да, да, да. Нет, это мне, это мне. Твое место? Да, это твое место. Ну, или малышка здесь, а ты там. Ну, да, или так. Ну, в общем, будем думать. Да? Подожди, дай Биби сделать. И пумочка тоже. Всем приятного аппетита. Пришла посылочка. Я надеюсь, это то, о чем я думаю. Но, скорее всего, это оно. И представьте, принесли посылку. Мне вообще никакого сообщения не прислали, не позвонили. А посылку оставили соседям, которые не напротив. Что логичнее было бы, да? Оставить посылку напротив. А к нашим соседям, которым сбоку. Снизу. Да. И, ну, как бы, до них еще дойти надо. Ну, чтобы позвонить к ним. И, короче, пришла соседка. А они очень плохо говорят по-испански. Я нож возьму. Я тоже думаю, что ты застанешь на ножницы? Они, по-моему, англичане. Да, они любят. Ну, чуть больше года назад купили здесь дом. Вот. Но нам нужно пойти с ними познакомиться, пообщаться. Они, кстати, у нашего возраста. И у них трое или двое детей. Потому что летом у них был этот младенец. Угу. Вот. Короче, принесла посылку. И я вот сейчас ее раскрываю. Ваня тоже не знает. Так Елена приглашает, что эту посылку ей оставили под дверью. То есть она даже... Ну, даже... Ну, короче, что-то... Странное. Репортедор этот там. Доставщик что-то напутал. Доставщик что-то напутал. Ну, главное, что нашлась. Нашлась, доставилась. Я, мне кажется, еще так долго. Ты вообще... Я даже еду к этому. Можно. Смотри. Так, это подсветка. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это, получается, Sweet Home, да, у нас? Да. Так это я на Алиэкспресс заказала. А, на Алиэкспресс дешевле? Эм... Или... Сколько мы заплатили за Sweet Home? А я не помню. Ну... Ну... Это... Это готовое, да? Да, это готовое. Это не дешевое удовольствие, но это так классно. Ну, комплектация похожа, кстати, очень. Да, да. Точно так же, по такой же системе сделано. Вот так что... Прикольно, прикольно. Надо сначала проверить, работает ли она. Угу. Ну да, прежде чем ее вешать. Прежде чем все открывать, нужно это... Сделать дырочку, все... Даже цепочки, все такое есть. У нас еще от прошлого осталось. Только там еще тросик был. А, там тросик, а здесь на цепочке. Да. И вот всякие эти... Вот для адаптера. Адаптер. Давай подключим, проверим. Давай. Чтоб я могла сразу продавцу выслать ок. Вау. Работает. Ой, какая прелесть. Красиво. Класс. Супер. 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 Ачо. Ой-ой-ой. Вот мишка. Ачо. Водичка. И водичка. Ачо. И водичка. Ачо. И водичка. Ачо. Где водичка? Папа-папа. Папа-пап. 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 Папа. Чего? Почему как видите оттуда их бананы? Положи на стульчик. Бананы, залезь, положи их на стульчик и потом достанешь. Залезь на стульчик и возьми водичку. Это водичка на моей. Папа-папа. Это водичка и бананы. Это не водичка. Водичка с бананом нет? Ты мне тоже принес банан. Да. Спасибо, сыночек. Да. Спасибо, мальчик. Спасибо большое. Ой. Что именно тебе открыть? Банан. Сначала банан открыть или сначала водичку открыть? Сначала банан. Сначала банан. А потом водичку. А придешь потом пить водичку? Да. Банан. Держи. Тюмочек. Это на полиции вообще. А там дальше будет про полицию. Ребята, у нас уже 12 часов ночи. Мы посмотрели с Катюшкой фильм Несносные леди. В общем, мы посмотрели трейлер. То ли он в инстаграме где-то встретился, то ли еще где-то. Потом зашли, посмотрели трейлер. И такие, мы не видели этот фильм. Типа, давай посмотрим. Ну, Катя любит двух актрисов из этого фильма. В общем, мы включили, смотрели. Наверное, больше половины фильма посмотрели. И я такой. Катя говорила на протяжении всего фильма, что она его видела. Я говорю, да нет. Я просто очень хорошо запоминаю фильмы. Я сцены помню, актеров. Я говорю, да нет, мы не видели. И после середины фильма, я такой говорю, все-таки увидели этот фильм. Какую-то концовку, вот все осталось. После половины я все помнил. Первую часть фильма вообще не помнил. Вот, в общем, получается, посмотрели фильм, который уже видели. И смотрели как новый фильм. То есть у меня не было ощущения, что мы смотрим одно и то же. В общем, какое-то странное. Не знаю, как мы так смотрели этот фильм. Но он 2016 года. И самый прикол, что оригинальное название День Матери, Mother's Day, а перевели Несносные Леди. Ну ладно. Это такое. Я сейчас буду монтировать влог. Так что, ребят, увидимся с вами завтра. Да. Кстати. Ладно, я тоже завтра расскажу. Все. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok